АЛБАНИЯ АЛБАНИЯ Во времена правления Инвера Хаджа Албания была крайне странным и изолированным местом. Сюда мало что проникало – информация, новости, фотографии. Но несмотря на это, албанские футбольные клубы регулярно выступали в европейских футбольных соревнованиях и иногда даже проходили в следующую стадию. Для того, чтобы понять, что же здесь происходило, нужно на пару минут погрузиться в историю. Итак, середина 20 века – коммунистический строй футбол. Албания появилась на европейской футбольной карте в 1962 году. Но это случилось скорее вопреки спорту. В 60-м году Инвер Хаджа поссорился с руководителями Советского Союза и был готов использовать любую возможность, чтобы досадить бывшим союзникам. До этого момента СССР и Албания были единственными странами, которые снимались в соревнованиях под эгидой УЕФА по политическим причинам. Поэтому решение Албании возобновить участие в международных клубных турнирах оставило Советский Союз в полной изоляции. В 1965 году в Тирану приехал чемпион Шотландии Килмарнак. Шотландцы хотели привезти в Албанию 16 футболистов, но визы выдали только на 15 человек. Прилететь в Тирану можно было только чартерным рейсом и только в дневное время, потому что вечером наступал комендантский час. Из-за этого шотландским футболистам пришлось лететь сначала в Лондон, потом в Рим, а оттуда в Тирану. Команда приземлилась в аэропорту, окруженном зенитными батареями, и отправилась в отель. Оттуда члены делегации попытались позвонить домой, чтобы сообщить своим семьям о благополучном прибытии, но обнаружили, что телефонные линии работают только один час утром и два часа днем. Там же главный тренер получил распечатку с составом соперника на игру, где увидел много странных имен. Албанская команда представляла из себя сборную лучших игроков местной лиги, а не отдельный клуб. От безысходности шотландцы не стали спорить и просто хотели поскорее провести матч и улететь обратно. Подобные вещи происходили со всеми командами, приезжающими в Тирану. К 70-м годам Албания начала игнорировать клубные турниры УЕФА вообще. Все это связано с политической ситуацией в стране, которая была очень напряженной, потому что уже никто не верил в коммунизм и лидера нации. Но к 80-м годам они вернулись, и поездка в Тирану досталась амстердамскому Аяксу. Албанское государственное туристическое агентство отправило голландцам уведомление о том, что в страну могут въехать только те члены делегации, длина волос которых не превышает 4 сантиметра, и у них не должно быть бороды. Сразу после этого президент Аякса пожаловался в УЕФА и потребовал дисквалифицировать албанцев пожизненно. В 1987 году футбольный клуб «Партизани» из Тираны поехал в Лиссабон играть первый квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Ротарь «Партизани» капитан национальной сборной Перлат Муста жестоко расправился с одним из португальских футболистов, ударив его ногой в живот. Он был удален, а его партнеры по команде были настолько раздосадованы этим, что вышли на второй тайм заряженными на войну. Так что еще три красных карточки у албанцев во второй половине не стали сюрпризом. Причем одна из них была получена за жестокое обращение с арбитром матча. Сразу после этого клуб «Партизани» был отстранен от участия в европейских международных соревнованиях на четыре сезона, а игроки получили серьезные штрафы и длительные дисквалификации. Все это классический пример того, как политика может влиять на футбол. Коммунистов мало интересовали победы на поле. Им главное было извлечь выгоду за его пределами. Это порождало параноидальный страх у игроков, потому что на всех выездных играх их сопровождала полиция. Нередко по прибытию в страну футболисты решали остаться и больше не возвращаться в Албанию. Из-за бедственного положения они воровали еду и одежду из магазинов. Страна была закрыта, и футболисты были закрыты в ней. Они не могли никуда уехать, а клубы долгое время не участвовали в европейских турнирах. Безусловно, албанский футбол того времени имел суровое лицо. Но все это уже история. Я здесь, чтобы посмотреть на современную Албанию и выяснить, что же изменилось за эти годы. Албанский футбол по-прежнему не развивается наравне с другими посткоммунистическими странами. По многому за отсутствие спонсоров и инвесторов, которые готовы участвовать в игре. Два года назад парламент Албании проголосовал за полный запрет букмекерских компаний. В стране не существует легальных букмекеров, которые могли бы поддерживать спорт. А болельщики ищут возможность ставить на спортивные события через нелегальные конторы, беря на себя все риски. Они могут попрощаться с деньгами в любой момент. Никаких гарантий и никаких страховок. Нам в России повезло значительно больше, потому что деятельность букмекерских контор контролирует правительство. И у игроков нет причин переживать по поводу средств на счете. Но даже российские букмекерские компании различаются своей надежностью. В 2020 году авторитетный рейтинг букмекеров признал MarathonBet самым надежным в России. Все потому, что MarathonBet это гибкость и умение выходить из трудных ситуаций. Ты можешь быть уверен, что контора всегда пойдет навстречу и предложит что-то новое и уникальное. А тебе останется только сфокусироваться на игре. Сейчас в Албании существует несколько успешных по местным меркам клубов, которые уже не так сильно зависят от политики. Это не то, чтобы помогает, но по крайней мере не мешает им развиваться. Конечно, когда вы слышите, какие места эти клубы занимают в рейтинге UEFA, то удивляетесь, что такие подвалы вообще могут существовать. Например, чемпион текущего сезона футбольный клуб «Тирана» располагается на 378 месте. Футбольный клуб «Тирана» отмечает в 2020 году 100-летний юбилей. Является не только самым титулованным в стране, но и лучшим среди всех албанских клубов в европейских турнирах. В коммунистической Албании спортивная модель была такова. Самыми сильными являлись два клуба из столицы. Один из них был создан Министерством обороны, он назывался «Партизани». Второе – Министерство внутренних дел, «Динамо». Ведомства вели жесткую борьбу, в том числе и на футбольном поле. Чемпионом, кроме этих двух клубов, никто стать не мог. Поэтому, когда «Тирана» закончила сезон на первом месте в 1966 году, что давало ей право играть в Кубке Чемпионов, генералам надо было что-то предпринимать, пока скандал не докатился до руководителей партии. Они просто сняли с «Тирана» несколько очков и выдвинули на игры Кубка Чемпионов полицейское «Динамо». В 60-х годах в «Тиране» выступало классное поколение игроков, и даже генералы армии и полиции ничего не могли им противопоставить. Поэтому они все же стали чемпионами Албании в 68-м и 70-х годах и попали в розыгрыш Кубка Чемпионов. Но как эти матчи были организованы, я рассказал в самом начале. На поколении 80-х «Тирана» еще выигрывала внутренние трофеи в 90-х и начале нулевых, а после погрузилась в глубокую депрессию без каких-либо перспектив вернуться. Так продолжалось до 2013 года, пока контрольный пакет акций команды не был продан Рэфику Халили, албанскому предпринимателю и футбольному энтузиасту. Рэфик Халили пришел в футбольный клуб «Тирана» в качестве спонсора еще в 2003 году. В 2008-м стал председателем правления, а в 2013-м – полноправным владельцем. В 2010 году Халили был кандидатом в президенты федерации футбола Албании, но проиграл выборы в первом туре. Вне футбола он успешный трейдер и основатель крупнейшей промышленной группы Албании. Весной 2020 года стал одним из немногих владельцев футбольных клубов Европы, кто не стал касаться вопроса сокращения зарплат игроков, а наоборот увеличил их, поскольку «Тирана» стал чемпионом и попал в Еврокубки. Я у Клеера Албэни. Это дом для сборной и самый лучший стадион, который когда-либо здесь существовал. Не самый большой по вместимости, если сравнивать с другими европейскими аренами, всего 22 тысячи зрителей, но точно самый большой в стране. У строительства этого стадиона темная история. В 2010 году сюда приехал Мишель Платини. Ему рассказали, что к столетию независимости страны, а именно к 2012 году, правительство планирует построить новый суперсовременный стадион, который будет отвечать всем требованиям УЕФА. В этом была реальная необходимость, потому что старый национальный стадион стал непригоден для проведения больших соревнований. Платини уехал, а вопрос так и остался висеть в воздухе. Прошло три года. В стране сменилось правительство, которое решило не бросать начатое, и все же дать стране современную арену. Но денег в государственном бюджете по-прежнему не было. Внезапно на горизонте появилась итальянская компания, которая предложила проект стадиона с одной большой башней. Оно готово было строить совместно с правительством Албании, но албанцы не смогли предоставить гарантии стабильного финансирования проекта. Наступил 16-й год, и старый национальный стадион стал окончательно непригоден для проведения европейских турниров и был исключен УЕФА из списка. Настало время активно действовать, потому что теперь, по правилам, албанские команды должны были проводить домашние матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы за границей. Правительство объявило тендер, в котором победила албанская компания, предоставив, по сути, тот же самый проект, что за год до этого предлагали итальянцы. 21 апреля 2016 года премьер-министр страны объявил о начале строительства. Изначальная стоимость проекта составляла 50 миллионов евро, потом увеличилась до 60, потом до 75. Какова была окончательная стоимость, никто не знает. По сути, Эра Албэни – это тот же самый стадион на Крестовском острове, только в меньшем масштабе. Причем 10 миллионов от общей стоимости были выделены по специальной программе УЕФА. С ними тоже случилась неприятная история. Они просто пропали. Представляете, насколько таких стадионов Платини выделил денег из бюджета УЕФА? Мне кажется, масштабы деятельности француза до сих пор не раскрыты. Футбол в Албании уникален. Будь страна чуть более открытая при коммунизме, имели бы сейчас пару сильных команд на уровне Сербии или Хорватии. Но что сделано, то сделано. В этом году у албанцев появился очередной шанс говорить о том, что местный футбол не такой, как у всех. И связано это все с тем же клубом Тирана. Дело в том, что главный тренер клуба – нигериец. Но удивительно не сама его национальность, а то, что она позволила ему войти в историю. Он стал первым африканским тренером, который вывел команду в квалификационный этап Лиги Чемпионов. Об этом в июле 2020 года написали все большие спортивные СМИ. От США до Южной Африки. Всем вдруг стало интересно, кто же он такой, как оказался в Албании и как стал главным тренером. Первый раз я приехал в Албанию в 2001 году из Египта. Я тогда выступал за одну из египетских команд. Мой контракт заканчивался, и президент клуба спросил, «Не хочешь поиграть в Албании?» Я ответил, «Почему нет?» «Давайте попробуем». После окончания контракта с Тираной я поехал в Африку и даже не мог себе представить, что однажды вернусь в Албанию. Но это случилось. В итоге я играл здесь еще 3-4 сезона, а в 2011 году завершил карьеру и решил остаться в Албании навсегда. Он присоединился к Тиране в качестве тренера вратарей еще в 2014 году и работал до конца прошлого года, когда руководство решило предложить ему должность исполняющего обязанности главного тренера. Команда начала сезон крайне неудачной, была в зоне вылета, а спустя полгода Эгба привел ее к чемпионству. «Мы добились успеха в этом сезоне во многом из-за дисциплины. Я строгий тренер и всегда слежу за тем, чтобы правила не нарушались. В команде больше 20 игроков. Это разные люди с разными семейными ситуациями, с разным мышлением и характером. Их надо собрать вместе, вдохновить, мотивировать и дать результат. Без правил это невозможно». Конечно, находясь здесь, я не могу не рассказать о фанатских группах, которые поддерживают футбольный клуб «Тирана». Они редко показывают себя в Европе, потому что команда влетает в первой же стадии квалификации, но внутри страны у них бывают жаркие матчи. «Тирана Фанатикс» Особенно ярко антикоммунистические взгляды проявляются, когда тирана встречается с партизанами. Именно с тем клубом, который когда-то находился под крылом Министерства обороны. Он до сих пор существует, и именно этот матч считается главным дерби столицы Албании. «Тирана Фанатикс» Албанцы демонстрируют невероятное единство, когда речь заходит об играх сборной. Здесь клубные предпочтения, город проживания и другие убеждения отходят на второй план. Вся нация объединяется вокруг одной команды. Далеко не во всех европейских странах существует такая модель. И, безусловно, это вызывает уважение. Стадион Айр-Албэни всегда полон на международных играх. Поддержка на высоком уровне, красочные перформансы и идеальная футбольная атмосфера. Но кто стоит за всем этим? Это же большая работа на самом деле. Как ни странно, энтузиасты нашлись в Лондоне. Затем к ним подключились албанцы из Германии, Испании, Франции. Им удалось создать большую международную сеть под названием Тифазад Кучизи. Тифазад Кучизи как группа была основана Великобританией. Это произошло в декабре 2003 года. В какой-то момент люди, ходившие на матчи Албании за границей, решили объединиться. Через какое-то время группа начала расти, как снежный ком. К нам присоединились албанцы из разных уголков мира. Никто не ожидал такой реакции. Это просто невероятно наблюдать, как маленькая группа поклонников превращается в большую и мощную организацию. Когда все только начиналось, нас было где-то 500-700 человек. Но, как я уже сказал, группа начала расти стремительными темпами. Сейчас у нас уже порядка 6000 активных членов. Албания проигрывала Голландии со счетом 2-0. Но гол албанского форварда на последних минутах дал надежду на ничью. К сожалению, результат остался прежним. Но этот матч помог изменить имидж албанских фанатов. На следующий день крупнейшая спортивная газета Нидерландов объявила группу Тифазад Кучизи игроком матча, дав оценку 10 из 10. Журналисты были правы. Около 4000 албанских болельщиков были слышны гораздо больше, чем полный стадион голландцев. Это произошло в октябре 2006 года. С тех пор прошло 14 лет, и Тифазад Кучизи все это время развивали успех. Мой первый выезд за сборную пришелся на Швейцарию. Символичный матч, потому что за сборную Швейцарии на поле вышло 7 игроков албанского происхождения. Это было похоже на братскую игру. Очень эмоциональный момент. Наша группа вполне самодостаточна. Я о том, что есть деньги на развитие и на операционную деятельность. Во-первых, это членский взнос. Во-вторых, производство мерча. В-третьих, пожертвование влиятельных людей из соседних стран. Тифазад Кучизи является ярким примером демократичности в албанском футболе. Но, к большому сожалению, инициативы, которые они продвигают, зачастую рассыпаются в высоких кабинетах футбольной федерации. Там, вот уже 18 лет, в кресле президента сидит один и тот же человек. Его зовут Армандо Дукко, и он никуда не собирается уходить. Потому что коррупционные связи гораздо сильнее, чем здоровые инициативы болельщиков. Дукко – это что-то типа Колоскова в РФС, только сидит он гораздо крепче и каждый раз переизбирается на новый срок. Сейчас идет пятый по счету. По сути, сейчас футбольная федерация Албании – это корпорация одного человека, который принимает решения, особо ни с кем не советуясь. Наши отношения с футбольной федерацией Албании непростые. Из года в год они то ухудшались, то улучшались. Но так или иначе, мы не согласны с политикой президента федерации. Федерация и государство выбрали люди, которые встали в стадию. Мы просили купить текеты, как группа. На первую очередь они сказали да, а после двух дней они сказали нет. Мы не могли бы туда, потому что они знали, что мы собрали хорографию о Сербии, мы будем сыграть национальные песни и что-то. Поэтому они выбрали, чтобы встали в стадию их люди. Так что стадия был 90% из государства, из фамилии. Несмотря на все сложности, Албания – это страна, которая является не чужой для таких известных футболистов, как Гранит Джака из Арсенала, Джетан Шакири из Ливерпуля, Аднан Ньюнзай, который сейчас в Риал Соседат, а не так давно был восходящей звездой Манчестер Юнайтед. Футбольная федерация Албании должна делать больше для того, чтобы молодые таланты не уезжали, а росли здесь. Сейчас эта работа практически не ведется. Сейчас футбол – это не просто спорт, это бизнес. В Албании это пока не так. Но с каждым годом мы все ближе. Когда растет экономика, то растет футбол. Это связано напрямую. С того момента, как я приехал сюда, очень многое изменилось в лучшую сторону. Инфраструктура, менталитет людей, да и вообще в стране произошло много позитивных изменений. Сейчас в албанский футбол приходят хорошие деньги. Мы ставим высокие цели, и я уверен, мы их добьемся. Спустя годы Албания остается далеко не идеальной страной. Высокий уровень коррупции, преступности, медленное развитие экономики, плюс здесь господствует национализм, удерживая в плену умы многих людей. Темная сторона слишком часто берет вверх, бросая в крайности. Это проблемы, которые невозможно обойти. Но если вся эта страсть будет направлена в позитивном ключе, то она способна поднять албанский футбол на небывалую высоту. И он будет жить вопреки всему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok